Колокол там более пяти метров в высоту, то есть огромный. Официально городские часы, можно так сказать. Я вам говорил, что в Китае отвратительно работает гугл. Для того, чтобы попасть во многие туристические места, местные прикладывают свою айдишку. В парковке тут вот чьи-то вещи сохнут. Вот, это такая нормальная обстановка. Стены, кстати, да, очень прикольные. С какими-то тут орнаментами. Папка, молодец. Сам на велике дочурка бежит. Это китайский подход. Если где-то вы слышали, что китайцы говорят хорошо на английском языке, это миф. English? No English? English good? Вот это такая магазинчик, это местная пятерочка. Идет там человек, турист. Он его ставит, эту карамельку ему пофоткал быстренько. Смотрите, как они пропускают на бешеходном переходе. Ладно, будем просто идти, потому что это трындец. Ча-ла-чей. Ча-ла-чей. Продолжение следует... 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 Я не знаю, куда они будут деваться И зачем он сюда едет Стены, кстати, очень прикольные С какими-то тут орнаментами Стены, двери Какие-то конструкции Тут же Какие-то там нагромождения Что-то кирпичами прилеплено сверху Наверху там какие-то рассады стоят Короче, просто в этих В тазах каких-то Выращивать какие-то растения Тут вот конфуции, скорее всего Вот он Вот такой двор Такие ворота Здесь у нас Не знаю, что здесь написано Есть тут китайцы среди нас Прям прикольно, что я свернул на эту улицу Прям интересно Папка молодец Сам на велике Дочурка бежит Это китайский подход Тренер Потом выиграет какое-нибудь золото На олимпиаде Ну, папа в смысле Выиграет золото В соответствии с концепцией Усин Пять элементов Это одна из основных категорий Китайской философии Пятиконечная структура Определяющая основные параметры Мироздания Пекин был спроектирован так Чтобы воплощать идею земли в центре В центре города были построены Пять основных алтарей Для церемоний жертвоприношений Один из них Храм неба Этот храм с круглым алтарем Символизирует небо То есть ян И был местом Где император проводил важные обряды Особенно в день зимнего солнцестояния На востоке от запретного города Расположен алтарь солнца Где проводились жертвоприношения В день весеннего равноденствия Символизируя вершину молотого янта На западе от запретного города Находится алтарь луны Здесь жертвоприношения проводились В день осеннего равноденствия Что символизировало вершину молодой инь В юго-западной части Расположен алтарь земли из лаков Который сейчас находится на территории Парка Сунь Яцена Для этого алтаря Была привезена земля Из различных регионов Китая И каждая сторона Была окрашена в соответствии С принципами Усин Вот это такая магазинчик Это местная пятерочка Много совковых зданий в центре Через 200 метров Здесь местная красная площадь Ну и стоят вот эти вот блочные Блочные дома Покрышки здесь Какие-то колеса Кто-то разбирает там Карбюратор какой-то Полицейские участки Натыкано здесь То есть вот такого вот здесь Полным-полно Здесь часто Вот где-то с примечательностей смотришь Территории большие Очень сложно что-то найти Потому что обозначение Ну такое себе Часто прилеплено Ну вот сейчас допустим Вот я иду по тротуару Вот тротуар Вот еще какие-то дорожки Получается Вот куда мне Как это разобрать Я не знаю То есть просто вот эти Понаставленные заборы Мобильные Написано на китайском что-то Куда Понятно, что машины нельзя Здесь Знак А мне-то куда Много такой неразберихи Как я уже говорю Во-первых, гугл-карты здесь Работают посредственно Очень посредственно Это раз Во-вторых Вот это вот Как бы Самовольная маршрутизация Тут Захотел Поставил забор Куда Хочешь Да, ребятки Хотел я посетить площадь Тяньмэнь Просто так туда не попасть Все Оцеплено Все И нужна предварительная регистрация В интернете я не могу найти Как зарегистрироваться И вот так стоит табличка Типа сканирует код Все на китайском Сканируешь код С VPN Безлименно Не открывает ничего Короче, нереально Здесь купить билет Нет вообще возможности То есть Все это делается в онлайн Короче Попасть туда Ну, вариантов нет Получается Для того, чтобы попасть Во многие туристические места Местные Прикладывают Свою айдишку То есть Представьте, что Если бы вы хотели попасть На какую-то центральную Улицу Историческую улицу Стояли бы Значит Какие-то Ну, какой-то элемент Секьюрити контрола И вы проходили Прикладывали бы Свою айдишку И тогда вас бы пропускали Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok Каждый час на башне звучал Большой колокол, который был слышен Бронзовый колокол в мире Бронзовый тип Субтитры сделал DimaTorzok Д fuera Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, ну, не только в Пекине, но и в Шанхае тоже фотографируют рядом с достопримечательностями. И такие фотографы, у них тут айпад, короче, болтается. На айпаде они листают сразу же такие типа фоточки, какого плана они делают. Карамель на палочке, там еще какая-то фигня, какие-то костюмы. Идет там человек, турист, он его ставит, эту карамельку ему пофоткал быстренько. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, на этом мой пекинский выпуск подошел к концу. Надеюсь, что было интересно. Если у вас есть рекомендации, что еще можно посмотреть в Китае, в Пекине, обязательно пишите, делитесь. Потому что я в ближайшем будущем планирую поездки в Китай. У меня также есть второй канал, где я рассказываю о зарубежном образовании. Называется канал Smaps Education. Заходите туда, подписывайтесь, если вам интересна тема изучения языков за границей, поступления в школы, в университеты или выбор детского лагеря. Ну а на нашем сайте www.3wsmaps.ru вы можете найти самый подробный каталог с учебными заведениями по всему миру. Субтитры сделал DimaTorzok